Сегодня поговорим про компосты, про компостные инокулянты. И в мире накоплено много опыта использования компостных материалов, экстрактов, компостов. И в основном, конечно, в первую очередь используются овощеводы. И там сразу видят прибавку. Вот, допустим, слева обработали компостным экстрактом, справа нет, справа больше сорняков. Вот с этой стороны. То есть он сработал как гербицид. Здесь, наоборот, работали экстрактом тоже по овощам. Вы видели прибавку урожайности, а там контроль был сзади. Сзади прибавки нет в урожайности. И сейчас идёт тренд такой, что на больших площадях в сельхоз, ну, в зерновых производствах начинают внедрять тоже эти компостные вытяжки. Идёт биологизация, внедрение как и бактерий, так и грибов. Вот, это опыт фермера из Монтаны, Кори Миллер. Единственное, здесь он не экстракт вносил, а вот слева, где большая рожь, это он компост разбросал там, справа контроль, получается. Ну, удивительные результаты, мы таких не получали, но есть к чему стремиться. Это Австралия. Пастбище. На пастбище, получается, с этой стороны традиционное, там удобряют, выпас. А справа применяют компостные. Экстракты, вытяжки. То есть биопрепараты, никаких минеральных удобрений не применяются. И это та же, ну, та же площадка с другой стороны. То есть здесь вегетации нету, слева вегетация полно, и там уже выпас пять раз произвели. И много таких примеров видим. Тоже из новых, это тоже блогер YouTube, Джей Янг, опыты на кукурузе составил, сравнивал урожайность с экстрактом из компоста по технологии Дэвида Джонсона. Получил 131 центнер, где было с удобрением, даже получил меньше. Ну, не знаю, насколько объективно у него был опыт, но опыт интересный. И больше мне интересует сам опыт Дэвида Джонсона, который заложил его уже на больших площадях, не только в маленьких институтах, ну, в институтах на маленьких делянках, но на поливе, на орошении, на кукурузе тоже было заложено. По кукурузе слева получили 129 центнер, где применяли только его экстракт, вытяжку при посеве в рядок. Посередине, где применяли совместно и компост, и 38 килограмм Дэвида азота, там получили максимальную урожайность. И традиционный их подход, где много азота ложат, 256 килограмм Дэвида, и получили примерно такую же урожайность, как с компостом, но с меньшим дозой удобрения. И также, что интересно, завтра будет выступать австралиец вечером, это Гранд Симс. И он тоже уже продвинулся даже вперед, не только компостные экстракты делает, но делает и биопрепараты свои. Также он ферментирует микроэлементы с помощью биологии и получает хилатированные формы микроэлементов и работает по листу. Он отказался от удобрений полностью, от протравки, фунгицидов, инсектицидов. И очень экономно это получается ему. И тоже Дерек Экстон, это Канада. Тоже давно работает с компостами по технологии Лейн-Инхем. Сегодня немножко об этом расскажу. Часто мы слышим компост, но есть много определений, что это компост. И много неправильных. Под компостом подразумевается аэробное разложение растительных остатков бактериями и грибами. И причем мы это подразумеваем как инокулянт. Мы берем микроорганизмы, даем им питание, создаем условия, определенную температуру, влажность. Выдерживаем определенный срок. Эти микроорганизмы развиваются на этом питании. И мы их вносим, живую культуру вносим в почву. Напрямую берем аккуратно, нежно и заселяем вместе с посевом, с нашими культурами, с покровными культурами. И они выполняют следующие функции. Они структурируют почву, они обеспечивают циклирование элементов питания в почве. И также подавляют патогенные болезни. За счет того, что есть конкуренция, есть подавление и потребление. То есть там есть простейшие, которые также поедают патогенов и вредителей. У нас проблема с сельхозпочвы, что мы сильно сократили популяцию биологических видов почвы, микроорганизмов и бактерий. И сильно очень сократились грибы. То есть полезных грибов практически не осталось. Поэтому наша сельхозсистема требует много вложений. Много вложений азотных, минеральных, средств защиты растений. Какие виды основные четыре бывают компоста? Это промышленный компост, который является наименее ценным компостом и рассматривается только как источник минерального питания. То есть это органика и плюс микроэлементы, макроэмикроэлементы. Следующим более ценным является вермикомпост. То есть это уже органика, но переработана червем. В этой органике есть стимуляторы роста, гормоны роста от червей. Они также хорошо стимулируют рост растений. Мы делали опыты, наносили вермичай на семена, видели прибавку в росте корней и растений. Но сегодня мы поговорим о двух видах компоста, как их сделать. Это по технологии Лейн Инхэм и по технологии Дэвида Джонсона. Если Лейн Инхэм предполагает более разнообразный, полноценный компост, там есть и простейшие, и разнообразные виды бактерий, так и грибы. По технологии Дэвида Джонсона это более грибной компост. То есть здесь ставка делается на грибной компонент. И мы приходим к тому, что нам нужны обе эти технологии использовать и комбинировать их. Об этом немножко позже расскажу. Но, опять же, остановимся на этих двух компостах. И в этих двух компостах нам важны, в первую очередь, микроорганизмы, которых нет в плохом компосте. Потому что компостом называется всё, что угодно. Что-то сгнило там в анаэробных условиях, чёрная какая-то гуща, называется компостом. Но нет, это не так. Если мы хотим применить правильно и получить отдачу, это должен быть высокого качества инокулянт. Если же это компост промышленный, где просто что-то скинули, какие-то навозы, что-то ещё. Там могут быть и примеси пестицидов, антибиотиков, всё что угодно. И в анаэробных условиях там вырабатываются токсины, патогены, бывает кишечная палочка. То есть очень неприятная штука, с этим лучше дела не иметь. То есть не всё то, что называется компост, является компостом. Опять же, чем компост не является? Мы не рассматриваем его как удобрение, в первую очередь. Мы рассматриваем его как инокулянт. Следующее, это не золотая таблетка. То есть компост не работает сам по себе, в отрыве от системы. Всегда нужно использовать системный подход, выполнять все принципы здоровья почвы. И тогда только эти организмы могут прижиться в наших почвах. И есть определённые критерии качества, которые я тоже расскажу чуть позже. В компостах важны микроорганизмы. Основные четыре вида, которые мы рассматриваем, которые являются с агрономической точки зрения ценными, это бактерии, которые в принципе есть в наших почвах, но их количество видов и разнообразие очень снижено. Поэтому мы их можем размножить, количество видов, и привнести. Также грибы. Грибы практически полностью отсутствуют в наших почвах, потому что они не терпят обработку почвы. Им нужна нетронутая почва, ноутил классический, когда идёт минимальная обработка почвы. Потому что каждая обработка почвы разрушает гифы грибов. Они вот такие, видите, имеют структуру длинную и погибают при обработке. А бактерии же наоборот выживают в таких почвах. И также, чего у нас сильно не хватает, это простейших. Это вот эти жгутиковые, амёбы и нематоды. Эти интересные существа, они поедают бактерий и поедают грибов. И высвобождают массу элементов питания. Происходит циклирование элементов питания. То есть этого эффекта мы хотим добиться. Простейших в почвах мало, поэтому мы им создаём условия. Температуру, влажность и так далее. И живую культуру вносим. Немного о компосту по Джонсону. Есть много версий. Но самый простой он делается из листьев. Делается вот такой реактор. Сейчас поподробнее расскажем. Нужно соблюсти следующее условие. Он выдерживается целый один год. То есть один год он не трогается. Поддерживается определённая влажность. На уровне 70-75%. Для того, чтобы там грибы функционировали. И черви тоже себя хорошо чувствовали. Следующее. Он должен всегда быть аэробным. То есть его нельзя перемочить, чтобы он был переувлажнённым. Нельзя пересушить, потому что грибы погибнут. Ну и желательно не замораживать и не высушиваться. И черви добавятся потом уже, когда температура упадёт. То есть мы когда компост собрали, идёт повышение температуры за счёт бактериального разложения. И потом, когда температура начинает падать, выпускаем червей. И черви делают всю работу. Какое оборудование потребуется? Поддом, сетка, трубы, агроволокно. И также некоторые там лопаты, виллы, тачки. Очень, в принципе, бюджетный вариант. Так выглядит сам реактор. То есть это агроволокно, сетка и поддон. Берётся обычный поддон, метр на метр двадцать. На неё ставим сетку строительную. Она примерно диаметром будет метр. Ну, по меньшей стороне. И делается шесть отверстий. Отверстия одно по центру, это под сто десятую трубу мы делали. Одно по центру и пять вокруг. Чтобы доступ воздуха был примерно по тридцать сантиметров с каждой стороны. То есть, чтобы воздух мог проникать. То есть, получаем аэробные условия, влажность и идеальные условия для грибов. Трубы брали обычные пластиковые. Сетка строительная. Шестьдесят на шестьдесят миллиметров. Где-то два миллиметра толщиной оцинковка. Она не сильно дорогая, но стоит денег. Но она будет служить там десять лет. Затраты небольшие. Дальше. Собираем эти реакторы. Да, и агроволокно. То есть, по технологии Джонсона агроволокно нужно. По технологии Лейн нежелательно. То есть, мы пришли к тому, что агроволокно не используем. Просто сетка. И на низ вместо агроволокна сейчас сложим тоже сетку. Единичку. Ну, десять на десять миллиметров. И автополив. То есть, вот там маленький насосик стоит. Бочка с водой. Таймер электронный в магазине. И каждый день по одной минуте он поливается. То есть, создает влажные условия. Вот, собрали. Поставили автополив. И практически на год забыли. Ну, выпустили червей через две недели, когда температура начала падать. Червей можно купить в интернете. Там одна коробка, две тысячи червей. Их, в принципе, на десять компостов сразу можно разделить. И они там за год, они сами разведутся. Вот так у нас это выглядело. Ну, наделали мы массу ошибок, конечно, в первый год. Поэтому хочу как раз опытом поделиться. Потому что, опять же, связи с американцами нет. Они рассказали вроде как, что делать. А мы сделали по-своему и не угадали. В первую очередь, мы брали полову. Ну, то, что отходы от зерновых, от очистки. И вот оно год простояло, получили что-то. И вышла вот такая жижа черная. Ну, и мы давай это вносить на семена, на спасевом. И как бы спорные результаты были. Я забегаю наперед, скажу. Вот то, что черный цвет, может, не показан здесь. Ну, прямо на черного такого угольного цвета была штука. А это новый уже свежий, который мы делаем, коричневого цвета. Скажу, почему это важно чуть позже. Вымешиваем компост в ведре. И потом размешаем с водой. Выливаем в рядок с поселом. Так, это мы для опытов маленькую бочку сделали на сейлку, на 6-метровую. Тоже видели увеличение биомассы там на горохе. На пшенице работали по листу. Видели тоже прибавку, вроде бы как, незначительно. Потом на других культурах, на ячмене, на льне не увидели. Масса вопросов осталась, поэтому начали изучать дальше. То есть и опрыскивали такие виды. Но, хоть у нас там прибавки по урожайности мы не увидели, но в других регионах, там в Омске, в Ростове, связывались с ребятами, которые тоже компостами занимались. И у них была прибавка прям существенно, там 20-30% по урожайности. И мы просто подумали, что может мы что-то не так сделали, и давай изучать дальше. Наткнулись на курсе Лейн-Инхэм. И вот ее технологию тоже чуть более подробно расскажу, как сделать. Принцип практически тот же. То есть нам нужен поддон, обычная строительная сетка, та же самая. Желательно только брать высотой 1 метр. То есть мы сразу брали 1,5 метра, но неудобно там загружать, выгружать. Намного проще взять 1 метр, не жадничать. То есть просто их сделать больше, опять же, затраты небольшие. Сетка на низ поддона, чтобы не проваливалось как бы сильно. И термометр. Условия немножко другие. Этот компост готовится быстрее, от 3 месяцев до 6 месяцев. Тут важно разнообразие ингредиентов. То есть тут не моно, сырье, листья, допустим, как по Джонсону. Тут мы берем разнообразие, и чем больше материалов, тем лучше. Это для того, чтобы кормить разные микроорганизмы. Также он проходит термическую обработку. Если по Джонсону там не обязательно выдерживать термофазу, там потом за год черви основных патогенов они сконтролируют. То здесь мы обязательно должны выдержать, термически пастеризировать его. И влажность 50, ну я думаю до 60% должна быть влажность. Необходимое оборудование. Здесь добавится 40 вёдер, потому что метровая сетка, это примерно 800 литров. Как раз 40 вёдер по 20 литров выходит объём одного реактора. Трубы здесь не надо, то есть он аэрируется за счёт структуры. Потому что у нас разнообразные материалы, они дают структуру, и воздух имеет возможность проходить в этот компост. И термометр. Тут термометр обязательный для контроля качества прохождения пастеризации. Автополив делать не надо. То есть тут влажность контролировать надо вручную и поливать по необходимости. Какие элементы понадобятся? Максимально нужно разнообразить исходное сырьё. Чем больше будет материалов различных, тем будет лучше. Основное, что мы можем взять со своих полей, это, допустим, полову, солому, сено. Наилучшим, я думаю, это будет сено покровных культур, потому что оно уже разнообразное. Там есть разнообразные культуры. Там если 10-12 культур сеем, то скосить часть покровных на сено и использовать для компостов будет хорошей идеей. Ну, в дополнение, допустим, к пшеничному, овсяному, сенному, ячменному. Ну, какой убрать? И также нужны будут листья, щепки, ветки, деревянистые материалы, которые можете найти. Мы как сделали в городе, недалеко город от нас, там вот эти службы, которые коммунальные, убирают ветки, обрезают их, и они их передробляют. У них есть целая там гора этих передробленных веток. Вот мы их тоже берём. Там и листья есть, можно с парка договориться, где-то листья вывозят тоже за город. То есть там практически забираем бесплатно, только доставка. И что, зелёная трава и листья иголки. Сейчас чуть об этом тоже. Обязательно нужно сформировать определённые пропорции для этого компоста. 10% мы берём азотистых материалов. Азотистые — это то, что содержит много азота, где соотношение углерода к азоту от 10 до 20 к 1. Это травы бобовых, это зелёная трава, сочная. Это зерно. И оно нужно для того, чтобы создать высокую температуру быстро. То есть буквально за день, за два, за три при наличии такого количества азота температура поднимается до необходимой. Зелёные материалы. Так называемые, это условные, это сено. Это, может, высушенная трава, пищевые отходы. Сейчас дальше тоже будет. И деревенистых. Деревенистые — это то, что много углерода в себе содержит. Это как раз питание для грибов. Потому что всё, что выше было, это питание для бактерий. А нас интересует грибной компонент. Поэтому вот здесь 60% и только 40% — питание для бактерий. Мы тоже первый год, когда делали, взяли, допустим, полову с поля. Это самый первый компост был. Он не получился у нас. Потом, уже изучая технологию лейн, взяли трёхкомпонентный компост делали. Брали навоз, солому и сено. Ну, три компонента, какие были доступны. Из него решили соорудить. Но, к сожалению, ничего особо не получилось из того, что мы хотели. Во-первых, потому что все эти материалы пришли с наших полей. А на них этих организмов природных практически нет. Потому что они давно погибли. Поэтому хорошая идея — взять природный инокулянт, местный, локальный, где вы находитесь, чтобы не привозить с других регионов. Пойти где-то в лес, найти хороший. Буквально надо понемножку взять, как инокулянт. Немножко листьев собрать. И немножко вот этого слоя перегнивших листьев, где есть грибы. Хвойные иголки. Под хвойными иголками самые будут сильные грибы. Потому что хвойные, ну, больше углерода содержат. И чтобы их разложить, более нужны хорошие грибы. Вот так выглядят гифы грибов. Они как нитки такие белые, жёлтенькие, бывают разные. То есть мы можем определить наличие грибов визуально. То есть по таким мицелиям, по большим. А так выглядят перегнившие листья. И, пожалуйста, не надо много брать с леса, там где-то. Буквально одного ведра на такой компост хватает. Это как инокулянт будет всего лишь. То есть не надо весь лес домой тащить. Можно взять свою солому, но просто оттуда как бы. И также надо взять со степи. Если где-то есть нетронутая степь, тоже растительные остатки можно оттуда взять. Немножечко, там чуть-чуть слой вот этих перегнивших растительных остатков, как инокулянт. А растения инокулянты? Да, можно взять растения скосить со степи, чтобы привнести просто натуральную биологию, естественно, которая не разрушена обработками. А уже в компосте она там сама преобразуется. Это соотношение углерода к азоту, как просто его понять. Маленькая схемка. То есть растение, когда очень маленькое, в нем много азота. Соотношение 10 к 1. Когда мы зеленую траву кидаем в компост, он будет гореть. То есть очень много зеленой травы лучше не ложить. Когда уже перед цветением, там будет 60 к 1, когда уже такие большие растения. Когда уже солома, допустим, пшеничная готова, там 80 к 1. Это понимание соотношения углерода, оно меняется на протяжении жизни растения. И вот табличка, можете зафотографировать. Это примерные соотношения углерода к азоту в разных материалах. И поделены так условно деревенистые, зеленые и азотистые. Понятно, в бобовых будет больше всего азота, меньше всего углерода. А в деревьях, там в полове будет больше всего углерода, меньше азота. И вот так это выглядит. Берем 40 ведер. У нас были эти ведра, можно их купить. В принципе, 20-литровые ведра не сильно дорого, и они много лет могут служить. Это просто для удобства от измерения растительных материалов разных. Нам надо собрать разный состав и максимально, что находим, просто по ведрам удобнее поделить. И условно тоже делим на зеленые материалы, азотистые материалы и деревенистые. Это все деление будет условное, потому что, допустим, в сене, как может быть много азота, так может его вообще не быть. Потому что один год мы обожглись, купили сено эспарцета, и я думал, это азотистый материал, положил его как азотистый. А компост не разогрелся вообще. То есть он был перестоявший, получается, этот эспарцет, и азота там не было. А потом мы скосили свой, когда уже посеяли свой эспарцет, и я его положил столько же, сколько того, и он перегрелся. То есть в нашем было азота, ну там, чересчур. Я его ложил уже как зеленый, думаю, ну, наверное, это зеленый материал. 30% положил, а надо было уже как азотистый. Поэтому от года к году будет меняться в разных материалах в соотношении углерода к азоту. И подбор компонентов будет тоже меняться. Все будет зависеть от того, что вы найдете. Потому что один год вы найдете одни материалы, потом другие, потом третьи. Чего нежелательно ложить в компост. Это свежие хвойны, ореховые, дубовые, листья, ветки, иголки, щепки, опилки, стружка от сосны. Потому что они обладают фитонцинтными свойствами. То есть у них есть вот эти масла, которые убивают микроорганизмы. Их нужно брать, когда они уже немножко состарились, когда они коричневые, когда они потеряли запах. Когда особенно стружку, опилки, желательно, чтобы она года 3-4 полежала. Уже там грибы сами заведутся. Видите, она такая коричневая, желтая, не пахнет. И вот ее хорошо использовать. А потом, если используете пищевые отходы, в основном там всякие, там картошка, что-то. Крупное желательно не ложить, потому что крупное будет гнить внутри. А нам нельзя допустить гниение, что в крупном будут анаэробные процессы происходить. То есть или изначально измельчить. Я сейчас как делаю? Мы скармливаем крупные отходы червям, а потом уже это ложим в компост. Также пестициды и средства защиты растений. Гербициды имеют долгое, длительное остаточное действие. То есть компост бывает приготовиться быстрее, чем разложатся пестициды. И получается мы, если солому с полей используем, где гербициды вносились, и потом по листу сработали, мы можем просто сжечь. Ну, свой посев можем сжечь. То есть надо очень внимательно быть. Ну и плюс, если там были инсектициды, фунгициды, то, естественно, они остаточные, будут понижать количество грибов и микроорганизмов. Потом надо внимательно это соотношение азота регулировать. То есть если компост перегреется, это уже плохой компост получится. Потом антибиотики. То есть кто навоз будет использовать? Зачастую практически уже все ложат антибиотики, или как минимум антигельминтные вещества в навоз. Антигельминтные будут убивать нематод полезных. То есть мы их пытаемся размножить, а этого, к сожалению. То есть если навоз такой берем с промышленных, то желательно его тоже выдержанный брать, чтобы не свежий. Или если есть свои животные, можно навоз использовать. Их варьированная вода. То есть надо брать или со скважины, ну, такую обычную воду. И тоже вот половую опилки лучше не брать. У них маленькая проницаемость воздуха. Вот так это выглядит. Мы наладили этот процесс. Достаточно сейчас это легко происходит. Три человека буквально, 40 ведер, делим разные материалы по видам. Чем больше материалов, тем лучше. Заливаем водой. Примерно полчаса, час они замачиваются. Обязательно надо замочить. Потому что, чтобы они разложились, потом их намочить не будет возможности. Мы их замачиваем только сейчас, до замешивания. То есть что-то, если долго там замачиваться, можно заблаговременно, там за 10 часов. Таким способом сейчас мы можем делать три компоста, три человека с трактором, три за день. То есть, по идее, если озадачиться, то можно там и сотни их делать. В принципе, надо только приловчиться. Но на начальном этапе рекомендую делать не меньше 10, потому что первые 8, скорее всего, не получится. Да, поэтому сразу рассчитывайте, если кто-то займется. Ну, надо силы и терпения. Ошибок много, нюансов. Оно вроде бы сейчас все понятно. А начинаешь делать и, извините, не понял сразу. Вот. И, в общем, берем по 10 ведер, ложим на резину, перемешали в ковш, перемешали 4 раза. Если 40, сразу высыпать нереально, перемешать. Если у кого-то есть кормораздача, какие-то смесители, можно это делать механизированно, не обязательно вручную. Так, опять же, 10 компостов. Это я все сказал. Теперь про термофазу. Компост должен пройти термическую пастеризацию, потому что в каждых материалах есть какие-то патогены. Особенно если это что-то где-то загнило, навоз, там может быть и кишечная палочка, сальмонелла, все что угодно. Поэтому надо выдержать в идеале трое суток при температуре 55-65 градусов, что является оптимальным и наилучшим. Потому что если мы выше 65 поднимаем, хорошие грибы начинают погибать. То есть идет сильное сокращение грибного компонента. Если меньше 55, не происходит пастеризация. То есть надо выдержать. Это время, через которое мы переворачиваем кучу. И технологию переворачивания сейчас покажу. В общем, чтобы температуру отследить, надо термометр. Самое простое и доступное решение, это на озоне купить нержавеечный термометр для компоста. 50 см, он вот так и называется. Он недорогой, приходит быстро. Но без него температуру не замерить. То есть он 50 см, куча метровая, ровно до середины мы можем померить. Нас всегда интересует температура в середине кучи. Это условное обозначение вот этого компоста, который получился. Мы его делим условно на три части. Температура мерится в середине. Трое суток, выдерживается середина. И берем условно верхнюю часть, нижнюю часть и центр. Каждая часть должна побывать в середине и выдержать трое суток при температуре 55-65. Если больше 65, то там двое суток. Если больше 74, то через сутки надо уже переворачивать. Но желательно не доводить. Температуру только опытным путем вы установите. Потому что разные материалы будут по-разному греться. Тяжело это. Ну уже когда однотипные материалы пойдут, вы уже будете знать. Пару штук сделаете, потом будет легче. Поэтому лучше сделать один, через неделю еще один, через неделю. Ну будете видеть, температура растет, не растет. Что мы делаем? Мы берем верхушку с этого компоста. Вот компост собрали. Он поднялся до 55 градусов в середине. От этого отсчитываем трое суток. Через трое суток переворачиваем. Верхушку ложим на пол. То, что было горячим, ложим на новый поддон. Эту сетку переставили туда, на новый поддон. Уложили на дно. Теперь то, что было горячим у нас внизу, верхушка на полу и ложим его в середину. Теперь верхушка прогревается у нас, пастеризируется. Таким образом мы убиваем и семена сорных растений. То есть и патогенов, и сорные растения. И потом можно безопасно использовать его на овощах, на культурах, не боясь заселить какие-то патогены, болезни на своей культуру. И также, когда переворачиваем, надо его разворошить, аэрировать немножко. И если какие-то комочки есть, комочки тоже надо разбить, потому что это источник анаэробного соба. Мы тоже брали сразу какой-то щуп, мерить влажность. Но самым оптимальным является рукомер. Эта влажность нам желательно 50-60% выдержать. То есть 2 капли-4 капли. Берем горсть компоста, выдавливаем, 2-4 капли идеально. То есть лучше 50-60, чем 40-50%. 40-50% это он уже подсыхает, там активность биологическая падает. Если он держится комком и не рассыпается, значит влажность 40. Если комок рассыпается, то уже влажность ниже 30. А если течет с него, то есть 75. Такие нюансы тоже. Может быть белый такой налет, белый цвет, это актинобактерии. То есть когда компост горячий, где-то у меня есть фотка, будет дальше. Компост горячий, он образует белый налет, актинобактерии. Снижается кислород, доступ кислорода снижается из-за высокой температуры. Ничего страшного. Но если там появятся споры, такой будет пылить белым, то значит перегрели, он пересох, и бактерии, грибы вышли в споры. И вот желательно им не дышать, потому что эти споры на легкие могут дать неприятность. И опять же смотрим за запахом. То есть запах не должен быть сильно неприятный. То есть если там аммиак такой, ну какой-то сильно неприятный запах, значит что-то сделали не так. Перегрели его. Очень внимательно надо смотреть за его влажностью, запахом, ну и структурой. Если температура вдруг повысилась больше 66, ну там 68, 70, можно его не переворачивать, можно просто наделать отверстие вертикальных черенком. Мы его таким образом и айрируем, и остужаем. То есть он будет более холодный. Но если уже температура слишком высокая, 74, то надо сразу его переворачивать. Лучше 5 раз подряд перевернуть, чем передержать. Да, в идеале если температуру выдержать, то всего 2 переворачивания. Но это меньше работы и легче. Если температура будет долго высокая, то надо будет переворачивать, пока температура не начнет падать. Когда уже температура начнет падать ниже 55 градусов, это примерно через 2-3 недели или месяц. И он через месяц остенет до температуры окружающей среды. То есть в принципе через месяц он уже как бы считается готовым. А через месяц там будет максимальное количество бактерий и простейших. Кстати, температуру, забыл сказать, температуру, которая поднимается, это дают именно бактерии. Разогревается компост из-за того, что бактерии размножаются, и при размножении бактерий уделяется много тепла. То есть это к тому, что погибнут хорошие бактерии или нет. Ну то есть вся температура это и есть бактерии. То есть там жизнь сохраняется. Теперь заложили, надо 2 компоста. И по Джонсону, и по Элэйн. По Джонсону тоже можно брать разнообразный компост. Просто туда меньше азота положить. Там 10% не ложить азота. А сделать просто разнообразие с упором на деревянистый материал и на листья в первую очередь. И закладываем по Элэйн. Элэйн готов через 3-6 месяцев. Уже такое можно использовать. По Джонсону будет через год. Можно комбинировать, смешивать их потом. Мы знаем, что, допустим, в том по Джонсону получилось больше грибов. Смешиваем их со свежим. В свежем всегда будет больше простейших. Больше амеб, больше жгутиковых и больше бактерий. Когда он стоит дольше, бактерий становится меньше, грибы увеличиваются в количестве. И увеличиваются нематоды, которые грибные. Тоже долгое время им надо, чтобы они появились. Поэтому процесс недолгий. Займёт несколько лет, пока натренируетесь. Но я думаю, что это того стоит. Итак, требования к качеству. То есть он всегда должен быть аэробный. Это первое условие, потому что нас интересуют именно аэробные организмы. Они самые полезные для почвы, скажем так. Разнообразные. Изобилие разнообразных материалов. Влажность надо поддерживать 50-60%. То есть нельзя переувлажнить, потому что условия станут анаэробными. Нельзя пересушить, потому что всех падут в спячку и смысла толку не будет. И оцениваем теперь его качество. Есть 3, даже 4 параметра, как мы можем определить, получили мы качественный компост или нет. Первое – это структура. Структура должна быть видна. То есть он не должен быть слипшийся, как глина, там кусок пластилина, значит, там нет доступа воздуха. Он должен быть рыхлый, структурный. А второе – это цвет. Цвет должен быть коричневый. И делаем тест на пролитие воды с подручными средствами. Просто вот баночка, там что-то с отверстиями сверху. И набираем компост через 3-6 месяцев. И проливаем его через марлечку, очень медленно капаем. И в итоге получаем водичку, которая пролилась. И будет одна из вот этих вот баночек получится. Первое время мы получали вот такой компост. То есть он постоит там полчаса буквально, сразу был черный, красивый. Полчаса постоял, все осело, и там больше нет ничего. То есть в воде ничего не растворено. В идеале нужно получать такой состав, который не расслаивается. Из-за чего это происходит? То есть в этом не было грибного компонента. Грибы, они когда активно живут, разлагают органическое вещество, они вырабатывают фульво и гуминовые кислоты. Фульво кислоты имеют медовый такой, желтый оттенок. Гуминовые кислоты имеют коричневый. Коричневый цвет, насыщенный, приятный. Примерно как 70% шоколадка, содержанием какао, 70% шоколадка. И он должен быть структурный, переваренный весь. В этом тоже видно компост. В нем много растительных остатков деревянистых, которые не разложились. То есть там не было грибов. То есть вот уже по такому анализу можно не брать микроскоп. Просто смотрим, структура есть, нет. Цвет должен быть коричневый у самого компоста. И тест на пролитие воды. И сразу понимаем, если вот такое, это то, что мы первый год получили, то очень слабый компост. Если этот, ну прям идеально. Но скорее всего на первом этапе вы будете вот такой получать. Потом уже когда со временем грибной будет именно такой. И следующий самый важный момент, это запах. Запах у хорошего компоста, он очень такой насыщенный, прям густой имеет запах. Это микроорганизмы в процессе жизнедеятельности выделяют такие ароматические вещества. Как лесная почва, как грибами, вот он имеет такой насыщенный запах. Если запаха нету, то значит там микроорганизмы не живут. То есть ему условия не подошли. Это к тому, что как оценить качество компоста. Это без микроскопа, очень дешевый, самый простой способ. Потому что микроскоп реально очень долго и тяжело. И вот это то, что мы первый год получили. И вот то, что я хотел сказать. Тут в нем не было структуры. В нем, хоть и были черви, но было много неразложенных растительных остатков. То есть понятно, там грибов не было. То есть мы его перевлажняли. Одно время пересушивали, потом перевлажняли. Сейчас же уже немножечко мы научились это делать. И вот этот белый цвет. Его в хорошем компосте не должно быть. То есть белый цвет это актина бактерии. Они образуют вот такой белый налет. Сниженные кислородные условия. Значит это не аэробные условия у вас. Но на первых этапах, когда температура высокая, допустимо. То есть вы его будете переворачивать, этот белый цвет буквально на глазах исчезает при доступе воздуха. Уже на третьем переворачивании, скорее всего, такого не будет. Если температура нормальная. Ну и вот экстракт. Я же говорю, первое время был черный. Уже сейчас нормальный коричневый цвет. Как вымешиваем? С вымешиванием тоже есть нюансы. Потому что микроорганизмы это живые существа. И они хотят быть там, где они живут. То есть они на этом компосте живут. Они не хотят вымешиваться на самом деле. И мы тоже делали такую ошибку. Там брали бочку. Нам советовали такой мешочек. В мешочек ложили этих компост. И воздухом вымешивали. Оказывается, что когда больше полчаса происходит такой процесс. Все организмы назад в этот компост прикрепляются. Как бы выфильтровываются. Они чувствуют деконцентрацию питания. И все обратно в этот мешочек. Поэтому надо их обхитрить. Быстренько за 30 секунд вымешать их венчиком. Это все ручной способ. Механизированный я не буду сегодня рассказывать. Самый простой, доступный. Те же ведра, венчик, шуруповерт. 30 секунд активно вымешиваем. Примерно пол ведра компоста положили. Залили водой до полного. 30 секунд до минуты вымешали. И тут же профильтровали. То есть они не успели вернуться обратно в этот. Сеточка должна быть примерно 0,4 миллиметра. Чтобы не сбивалось оборудование. Но меньше нельзя. Потому что грибы не пройдут. То есть если там будут какие-то гифы грибов. Они отфильтруются на сетке. И что мы получаем? Какой продукт? Что в этом получилось? Мы в компост и по Элэйн, и по Джонсону добавляем черви. Черви тоже там размножаются хорошо. То есть у нас получается, мы имеем бактерии простейшие. Грибы, нематоды. Живые. Мы их видим, можем под микроскопом посмотреть. Они есть. Мы их вымешали в этот раствор. И аккуратно внесли. Потом от червей там получается гормоны роста. Стимуляторы. Тоже очень полезные вещи. Также получаем при хорошем таком цвете коричневым гуминовые и фульвокислоты. И также побочный продукт, некоторые микроэлементы. То есть это не азот, не фосфор, но это гуматы и микроорганизмы в первую очередь. Как это применяем? На семена. В первую очередь можно наносить на семена. Тоже много нюансов. Кто-то применяет химические протравители. На первых этапах желательно применять. Всегда только на небольшой площади пробовать без протравителей. Понятно, что если используете обычный протравитель, вот как вот такая бочка, там эта краска не смывается просто. И там будет всегда фунгицид химический присутствовать. Поэтому мы установили вот синюю бочечку отдельно, в которой вообще не было никаких химий. И непосредственно в шнек опустили трубку. Ну и так дозировать. 10 литров на тонну семян идет инокуляция зерна. И плюс, что можно добавлять. То есть чтобы, об этом, кстати, завтра будет австралиец рассказывать, интересно. Можно добавлять туда гуматы. Как дополнительное питание для грибов. Микроэлементы. То есть если мы их добавляем на последнем этапе, они не вредят микроэлементы, не успевают. И какое-то еще питание, допустим, водоросли, еще что-нибудь. И биопрепараты. То есть если сомневаемся, что у нас компост может контролировать каких-то патогенов, можно добавлять покупные биопрепараты. В принципе, все совместимо. Сейчас же мы протравливаем, ну основную массу семян протравливаем. И свой компост также добавляем и в химический протравитель. Понятно, там какие-то микроорганизмы погибнут, но что-то полезное останется. То есть почему добро пропадать. Но желательно все-таки отдельно. И такой нюанс есть насос. То есть на протравителе стоит там центробежный насос, который быстро крутится, создает давление, много углов под 90 градусов. В общем, при прохождении, при каждом прохождении этого насоса, примерно половина организмов погибает. Грибов, бактерий простейшие. Ну бактерии не так сильно, но простейшие сильно гибнут. Их просто разбивает этим давлением, перемалывает. Поэтому надо внимательно, если вымешиваем, стараться, чтобы оно не циклировалось постоянно. Потому что будет насос этот снижать количество. Самым эффективным способом, я считаю, в наших условиях, в первую очередь, это внесение в рядок с посевом. Во-первых, там и семена будут рядом. И этот экстракт должен попасть на глубину, где не будет высыхания. У нас какая проблема последние два года? Это то, что мы имели засуху. И, конечно, без влаги микроорганизмы тяжело им закрепиться. Желательно положить их на дно борозды. Примерно до 200 литров на гектар. Американцы 80 ложат, у них работает. Я думаю, если влаги хватает, можно и 100 литров лить. Все зависит от условий и от качества компоста. В принципе, чем больше, тем лучше. Но дорого возить. И сколько этого компоста? Если компост получился хороший, полноценный, то от 1 кг до 10 кг на гектар. Все будет зависеть от фракции этого компоста. Просто есть неразложившийся компост, там 10 кг – это ни о чем. А если уже такой полностью разложившийся, там и 1 кг – это будет очень густой раствор. То есть все зависит от… Вымешали, в бочку залили. Это мы на другую селку сделали, тоже самодельную конструкцию. Там насос, трубочки и выливаем. Пока это все на этапе опытов. Также на маленькой селке можно, опять же, приделать. То есть вариант, как внести, можно придумать и очень недорого. А через инъектор не побольше? Можно вот у кого есть ЖКУ, ну, внесение хоть какой-то жидких удобрений, можно этот оборудование использовать. То есть у кого есть, наоборот, даже лучше. Что у нас не было, и этот инъектор, я думаю, тоже. Но суть, почему с посевом вносить? Потому что там сразу семена будут. Мы когда сеем, сеем покровные. Очень хорошо тоже на покровные, потому что там разнообразные культуры будут кормить эти микроорганизмы. И хорошо с посевом. То есть каждый раз примерно 10 кг компоста, ну, там 2-3-5, сколько, вливаем с каждой посевной. И со временем эти организмы накопятся. В них есть особенность одна, что не все приживутся за первое внесение. При первом внесении процентов 10 только сможет прижиться тех организмов, которые мы донесем. Уже на втором внесении, может, 20%, на третьем 30%. Ну, и вот так за 5 внесений можем донести, и там на следующем будет 50%, на следующем 70%. И постепенно у кого-то будет легче, у кого-то уже в условиях стартов будет лучше, больше органического вещества в почве, больше влаги и закрепится быстрее. То есть у нас условия жесткие, и засуха, бедная почва, это немножко надо поработать. По опрыскиванию я сегодня не буду рассказывать. Это отдельная тема, потому что там и аэрированный компостный чай можно делать, ну, тоже технология. Ну, суть в чем, что емкость конусная, в конусную мы замешиваем экстракт, с водой ее разбавляем, заправляем бочку на транспорт и в поле доставляем. То есть важно доставить, ну, чтобы долго не стояла эта бочка с микроорганизмами, чтобы в течение двух часов сделали и на поле сразу вылили, чтобы сутками не стояло, потому что они, во-первых, задохнутся там без доступа воздуха. Это в дальнейшем можно такое оборудование докупить. Это аэратор, ну, наверное, самое дорогое из того, что оборудование, которое потребуется, и емкость конусная. С конусной емкостью удобнее всего работать, ее легче всего мыть, она лучше перемешивает. То есть в плоской емкости вот тут будет осадок на дне всегда. То есть вымешивать лучше в конусной, но это затратно. То есть на первом этапе можно этого и не делать на самом деле. По качеству воды? По качеству воды отдельно, я пока по опрыскиванию по этому не говорю. То есть для... Нет, когда вот мы придем, если делаешь вот этот компост, да, ты воду туда наливаешь, а какого качества? Обычная у нас скважинная вода обычная. Главное, чтобы не было... Хлорки, да? Хлорки не было, да. Да, и вода из осмоса, оказывается, тоже не подходит, потому что там нету солей, их просто разрывает. Желательно, ну, обычная вода, простая. Можно? Можно, наверное. Так, возможные причины неудачи. Это вот выписал. Причин очень много. Почему может не получиться? Это засуха. То есть, понятно, организма без влаги не функционирует. Ну, в принципе, и растения без влаги особо не растут, и удобрения не работают. Но потом, если у нас низкого качества получился компост, низкое разнообразие организмов, нету грибов, то есть, часто грибы сложнее всего получить, на самом деле. То есть, бактерии простейшие там будут, а грибов сложнее. То есть, надо создать условия. Опять же, этот компост мы где-то пересушили, где-то перевлажнили, качество упало, попали туда антибиотики. Ну, разные, разные условия. Потом, опять же, про вымешивание. Если недостаточно вымешали хорошо, то просто полили коричневой водичкой, а там организмы, на самом деле, не попали в почву. То есть, вымешивать надо хорошо, активно. Ну, у американцев есть установки, если время будет, еще покажу. Наверное, мы перебираем, да, по времени? Так, ну, все. И последнее, что самое важное, хочу сказать, что компост это не панацея. То есть, он не работает отдельно, он не работает без остальных принципов здоровья почвы. Для микроорганизмов нужны живые растения. Нужно минимальное разрушение почвы, чтобы почва не перегревалась, потому что, как только почва перегревается, все впадают в анабиоз. То же самое зимой. Если у нас нет растительных остатков, почва перемерзает, опять же, снижается активность. То есть, все принципы здоровья почвы, которые говорили ранее, также покровные культуры, которые эти организмы должны питать и приносить углерод органику, чем они будут питаться там дальше. Одно без другого не работает. То есть, не заменяя это как дополнительный инструмент, который можно использовать, использовать эффективно. Так, и в итоге, для чего это все нужно? Видим у наших коллег, что можем получить, во-первых, урожайность на уровне удобренных участков с применением этих компостов. Во-вторых, снизить затраты, потому что затраты на компост там всего лишь в районе 200 рублей на внесение, может быть, это вместе с внесением. То есть, они достаточно бюджетные, потому что все материалы наши, работа наша, оборудование на 10 лет, вам хватит точно его работы. Экономно и в сторону биологии идем. Но требует обучения. То есть, это все совсем непросто. И есть предложение, если кто-то захочет заложить опыты с компостом, можете записать мой номер, если кому надо, подойдите. Я подскажу, посоветую. Интересно получить опыты в разных регионах. Если кто-то захочет с этим заморочиться, на этом, наверное, все. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»